Доброго вечера, мы из Украины. Вновь у нас сводочка по событиям этой войны. И на фронтах, к счастью, без перемен. К счастью, потому что наступаем сейчас не мы, потому статус-кво нас в принципе устраивает. Грандиозное вторжение в Харьковской области так и осталось под Волчанском. Все еще там продолжаются бои. Привет, родной 98-й! Привет нашему взводному зачету! Мы в плену у Грагина! Наконец-то нам пришли снаряды, и расисты это прям очень сильно ощущают. Все, пожалуй, военкоры отписались по этому поводу. Естественно, в мягких выражениях, потому что им нельзя по-другому. Да им и так, собственно, нельзя. Но уж терпеть они не могут. Они рассказывают все то же, что рассказывал я еще до начала этого наступления, что бессмысленно абсолютно преимущество здесь на стороне ВСУ. Во всех отношениях отвлечь наши силы не получится, потому что для этого приходится отвлекать собственные силы российские в гораздо больших количествах, потому что они же опять в местные штурмы идут. Ну и взять Харьков или даже там в окружение, это просто фантастика. Какая-то такого быть не может в принципе. Хотя надо дать должное, что по потерям техники мы проигрываем. Вот именно на харьковском направлении. Не сильно, но перевес в сторону рашистов по двум простым причинам. У рашистов в принципе мало техники. Они наступают мясом. Ну вы все видели эти кадры, где они пешочком идут. Ну еще хвастались, что да тут пешком можно зайти. Можно и зайти пешком, если не на чем. Ну а вторая причина до банального проста. Нам нельзя стрелять все еще западным вооружением по территории России. А именно там скапливается техника. И там бы ее было хорошо накрывать, но мы не можем. Тем не менее, я же говорю, никуда никто больше не идет. Уже и Путин заявил, что Харьков брать. И не планировали оказывается. Но и окружать его тоже не получится. Пока что вот освобождают Волчанск. Ну как всегда российские войска освобождают от бытовой техники и прочих ценностей. Мародерят. То, до чего смогли дотянуться. Также точно обстоят дела и под Часовым Яром. Это было основное успешное, можно сказать, направление российских атак. Но вот в связи с Харьковской операцией пришлось часть резервов перебросить под Харьков. Хотя здесь бы надо было расширять, как-то выходить на оперативный простор. Или хотя бы закрепить тот тактический успех, который был достигнут. Но этого нет возможности сделать, потому что Харьков. Нет, они, конечно, продолжают наступать на Часов Яр. Хотя и не имеют достаточных сил, чтобы это реализовать успешно. Но упорно ломятся, безрезультатно, но ломятся. Все та же мясорубка, все те же тупые мясные штурмы. Вперед, наступаем, не оглядываясь на реальность. Вот типичная атака с комментариями, собственно, командиров. А что, откуда 300? Мили, мили на дороге. У Кузи, у Кузи механик 300. Что, много мин? Триплекс, триплекс разбило. Все, поэтому пусть едут. На связи плюс. По камерам пусть едут. Засеяно мило, видро с движениями не может. Гейзер, гейзер, я Челябинск. Там все поля минами засыпаны. У меня уже два танка подорвалось. Плюс да, плюс да. Где минами засыпаны? Там дорога. Дорога, по которой ехал тот танк. По ней, они двигаются двигаться. Я тебе с*** раз говорю. Я принял. Гейзер, гейзер. Я Челябинск. Короче, заднюю машину в***ли. Быка взорвалась. Они ехали строго по дороге. Строго по дороге ехали. Плюс принял. Давай, говорит. Погнали. Что, вон, дорога. По дороге погнали. Так там же мины. Нет там никаких мин. Да как же, вот у меня уже три танка сгорело. Нет там никаких мин, тебе говорю. Значит, нет. Русские вообще никак не считаются с реальностью. Они привыкли, что реальность они выдумывают сами. Так как им удобно. То, что она не соответствует действительности, их обычно не волнует. Потому что они в той же виртуальности и жили всегда. Но сейчас, когда им приходится сталкиваться с реальностью, вот тут и возникает конфликт. Но поскольку проблемы возникают непосредственно у бойцов, которые находятся в реальности, эти проблемы никак не касаются командования, которое к этой реальности по-прежнему никакого отношения не имеет. А живет только докладами, указами, ну и прочей макулатурой. Не быть, оказаться. Это главная российская скрепа. И в этой сфере у них, конечно же, огромный опыт и колоссальные успехи, соответственно. Вот, например, на этой неделе И в очередной раз объявили кучу взятий. Они взяли Работина. Опять. Но нет. Они взяли крынки. Но нет. Там просто наши силы поменяли позиции, потому что от крынок, собственно, ничего не осталось. Там уже просто физически невозможно находиться. Но это их не выбили. Ну, в смысле, это не отступление. Там некуда отступать. Это плацдарм на чужом берегу. На берегу, занятом противником. Они перемещаются по этому берегу туда-сюда, но не отступают. Отступить это на другой берег вернуться. На подконтрольной Украине. Этого не происходит. Более того, они взяли еще и Андреевку на этой неделе. И даже Белогоровку. И тоже нет. И сейчас, по-моему, самый распространенный мем вот в Z-тусовке, ну, в военкоровской тусовке, это вот цитата нового министра обороны этого Белоусова. «Ошибаться можно, врать нельзя». Вот по поводу как раз Белогоровки один из военкоров пишет. В течение второй половины дня 20 мая отечественные медиа распространяют сообщения Минобороны об освобождении подразделениями южной группировки войск населенного пункта Белогоровка. Данное сообщение действительности не соответствует. И это не ошибка. Это вранье. Почему я не стесняюсь в определении? Потому что, во-первых, таких ошибок не бывает. Населенный пункт – это не саная яма в земле, с которой действительно можно напутать. Во-вторых, читаю сообщения человека с земли. «Остановите это кто-нибудь, нас там штабелями сложат». И ведь действительно сложат. Потому что начнут ускоренно подгонять реальность под растиражированное в СМИ официальное сообщение. Остановить этот информационный навал я, к огромному сожалению, не в состоянии. Я не министр обороны. Но сообщить о несоответствии могу. И сообщаю, ошибаться можно, врать нельзя. За таким враньем стоят жизни наших парней на земле. Но новое министерство обороны врет так же точно, как и старое. А по факту даже больше. Потому что вот за одну неделю столько фейковых захватов, ну, такого вот при Шойгу редко. Случалось, но редко. А тут прям вот с первых часов, можно сказать, работы, в обеды за победой, которые никакого отношения к реальности не имеют. Но к реальности имеют отношения от АКМС, которые продолжают отличнейшим образом работать. И, наверное, самым громким на этой неделе. Хотя, тут даже не знаю, какой из случаев более громкий. Но вот традиционно у нас очень трепетное отношение к Черноморскому флоту Российской Федерации. И, похоже, на этой неделе ракетные корабли Черноморского флота, собственно, закончились. Это, правда, не точно. Но точно, что циклон, ракетный корабль малый, все. И, по факту, ну, многие говорят, что больше нет ракетных кораблей у Черноморского флота. Ну, там уж поживем, увидим. Изначально были разговоры о том, что это ковровец. Или ковровец. Ну, с коврами у россиян тоже там отдельный фетиш. Это морской тральщик. И, вроде как, вот первые новости были о том, что потоплен ковровец. Но потом вот появился циклон. Начали говорить, что нет, не ковровец, а циклон. Но теперь вот точно уже известно, что да, это циклон сто пудов. А, возможно, и ковровец, потому что они, на самом деле, стояли очень близко вот друг к другу. Спутниковые снимки. А прилетов, кстати, было два. Либо один попал, другой не попал. Либо оба попали в циклон, не попали в ковровец. Либо могли две ракетки прилететь в разные корабли. Это уже мы узнаем позже. Но вот циклон точно все. Не менее громким и значимым был вот буквально недавний удар по за горизонтной радиолокационной станции Воронеж-ДМ в Краснодарском крае. Это станция раннего предупреждения о ядерном ударе, в первую очередь. Конечно, не только о таких запусках, но и вообще в целом. Но это вот часть ядерной безопасности России была благополучно уничтожена, причем дронами. А так МС нам запрещено использовать. Ну а что говорить про те места, где разрешено использовать это КМС. Вот в Луганске накрыли целый штаб группировки ЮГ. Там 13,02, что-то порядка 30, 25,03. Включая высокопоставленных достаточно людей. Ну это прям штаб группировки ЮГ. Нифига себе. Под Донецком накрыли ПВО. Там сожгли С-300, С-400. Ну, впоследствии чего осталось. Вот это ебала. Ракета, нахуй. Ну вот воронки от нее, блядь. Вот. Все, пиздец. Все сгорело, нахуй. Хуеть можно, блядь. Под Алуштой накрыли радиолокационную станцию и там тоже ПВО. И такими темпами у России скоро вообще, в принципе, не останется ПВО. А если еще вдруг мы сможем стрелять западным оружием по территории России, то по линии фронта вообще ПВО не останется. А они все ПВО будут вынуждены отвезти подальше. Ну, во-первых, чтобы и оно целее было. И чтобы прикрывать свою территорию. Ну, это мы еще поживем увидим. Пока что использовать западное вооружение по территории Российской Федерации нам нельзя. Ну, во-первых, это пока. А во-вторых, у нас могут появиться собственные виды вооружения, которые вполне себе эффективно будут работать. Ну, собственно, они уже есть. Но пока это дроны. Дроны, конечно, слабоваты для серьезных ударов. Хотелось бы ракет вот а-ля АТАКМС. И такие ракеты, в принципе, у Украины в разработках есть. Рекомендую по этому вопросу посмотреть у Быти. Вышел отличный ролик. Быть или канал. Там про Сапсан. Про всю его многострадальную историю. С диверсиями, предательством и всем остальным. Там прям остросюжетный триллер. Рекомендую. Ну, и он там правильные выводы делает по тому, что если Сапсан у Украины появится, то есть если появится дальнобойная тяжелая ракета, о которой ни с кем не надо будет договариваться, куда именно нам можно стрелять, то вот тогда мы и начнем по-настоящему. А пока что мы еще ничего не начинали. Ну, Сапсан это достаточно большая, сложная, масштабная разработка. Поэтому как там с ним сложатся дальше дела, посмотрим. А вот то, что уже работает. В частности, Си-Бэйби продолжают модифицироваться. Недавно появились Си-Бэйби с ракетами Земля-Воздух. Ну, там обычные авиационные ракеты были установлены, причем которым не нужна система наведения. У них интегрированная. То есть они самонаводящиеся. А вот буквально недавно появились еще морские малюки с градами, с РСЗО. Шесть направляющих установлено на вот один катерок. И это, ну, полноценный град. Такая себе морская катюша. На самом деле достаточно сомнительная штука. Ну, потому что РСЗО, качающаяся на волнах. Ну, не знаю, не знаю. Ну, а уешать, в принципе, куда-то туда, навести шороху. Ну, да. Это неплохо и, как минимум, оригинально. Не менее оригинально, кстати, выглядят поставки российским бойцам. Уважаемое руководство 70-й дивизии, а скажите, пожалуйста, вы там не в чатах своих штабах сидите? Это что, драку? Что, драку? Где обещанная БК? Где обещанного жрать-то? Что это, нахуй? Нахуй им трупные мешки. Что бы что? Что мне рассказывать пацанам? Что мне рассказывать пацанам, которые на штурм идут? Государство о них позаботилось? Мешки прислало? Вы что там? Вот так вот вместо боекомплекта черные пакеты. Ну, в принципе, нужнее. Пакеты, я считаю, гораздо более востребованы в российской армии. Как и тюремная роба, все больше и больше становится востребованной, ведь продолжается чистка. Чистка генералитета и вообще высшего состава. И она прям достигла каких-то циклопических размеров. Вслед за Ивановым, кто там еще вот этот из отдела кадров, генерал, арестован замначальника генштаба Вадим Шамарин. Он отвечал за связь в армии, что, как мы знаем, одно из худших направлений в российской армии, ну, то есть связи у них нет в принципе. Они по вот этим пластмассовым из детских наборов рациям общаются. А то и просто мобильниками. Вот такая у нас антенна штатная радиостанции Арахис, которая стоит на подразделении, в подразделениях спецназа. Гру. А внутри у нас этой антенны хорошая, бобротная рулетка. Пожалуйста, можно что-нибудь даже померить. Это подразделение спецназа. Вот такое вот у нас действие. Струбка сантехническая, кусочек термоусадочной трубки различные. Ну, и что из интересного? Обычный китайский разъем ТНЦ, три конденсатора, немножко медной проволоки. Хорошая китайская рулетка, ей можно что-нибудь мерить. Что мы с такого изделия? 3000 рублей по закупке. Возникают вопросы. И, естественно, как и все фигуранты, Шамарин обвиняется в коррупции, в растрате средств и всего остального. Вроде бы он даже умудрился напилить денег на производство проводных телефонов. Вот этих вот, которые... Ручечку крутишь. Первый первый, я второй. Поползли искать обрыв провода. Но на самом деле, несмотря на то, что это просто доисторические какие-то технологии, вот эти проводные телефончики с магнета, но в российской армии эта вещь нужная. Ими пытают. Вы же помните, даже вот тех террористов из Крокуса, прям на фото, вот есть факты пытки, как раз вот этими полевыми телефонами. Так что, на самом деле, тут Шамарин молодец. Востребованную отрасль решил поднимать. Но, помимо вот Шамарина, были арестованы еще из гособоронзаказа, еще некий Вертелицкий. И еще какие-то там тоже персонажи помельче. Еще не арестован, но отправлен в отпуск. Ахметов, генерал-лейтенант, ну, какой-то тоже генерал. Тот самый, который на пару с Мурадовым считается в российской армии, ну, буквально мясниками, которые уничтожали огромное количество российских солдат в совершенно тупых и бессмысленных штурмах, самым ярким из которых был Углидар. И вот сейчас, когда их принимать начали, увольнять, все же Зет-Военкоры сейчас рассказывают ровно то, что я рассказывал год назад. И тогда вы мне в комментариях, Зетнички, кричали, что вы все врете. Ну, и вот теперь вы сами это признаете. Так кто же врал? Но арестован еще и Попов, бывший командующий 58-й армии. Это вот тот самый Спартак, который своим гладиаторам рассказывал, что после честного и откровенного доклада вышестоящим властям, его тупо уволили, ну, сняли с должности, отправили в Сирию. А вот сейчас вообще решили и арестовать. Ну, и посадить, соответственно. Зетнички просто в ступоре, чтобы без матов сказать. Когнитивный диссонанс у бедненьких возник, потому что вот же пришел новый министр обороны, свержен ненавистный Шойгу, который вот людоед и казнократ, и вот сейчас-то матерый, принципиальный, идейный экономист, наведет порядок. И вот пошли аресты, да, вот классно, и тут арестовывают этого Шпопова, который единственный, наверное, в российской армии, военный, который военный, а не вор. Вообще, ему приписывают, вот неудачу нашу с контрнаступлением, приписывают этому Попову. Ну, как минимум, сами зетники это так оценивают. Он как раз на запорожском направлении был. Про него большинство вообще восторженно отзывалось всегда, ну, еще до всех этих конфликтов. И тут его хлоп. Ну, а нынешний командующий той же самой 58-й армией, Соболев, внезапно заговорил о мобилизации. Причем, о полной. Неважно, сколько у тебя детей, какое там у тебя здоровье, вообще никакого значения не имеют. Ну, собственно, как и в первой частичной мобилизации, которая частичной не была ни капельки. Ну, кроме того, что не всех мужчин в России призвали. Да, значит, частичная. Но, по факту, никакие отмазки, кроме брони на военном заводе, тебя не спасли бы от мобилизации. Ну, и вот, можем повторить, судя по всему. Потому что, ну да, это элементарная логика. Сейчас у России нет возможности даже продвигаться медленно. Нет ни техники, ни личного состава. Ну, и если технику ты как бы ниоткуда не возьмешь, то личный состав вот вполне себе взять можно, проведя мобилизацию. Но даже вот та частичная настолько плотненько по рейтингам ударила. Ну, вы же не думаете, что за Путина 87% действительно проголосовало? Нет. Там реально очень сильно просили рейтинги вот после первой мобилизации. И вторую, пожалуй, даже терпеливый и все понимающий российский народ не выдержит, мне кажется. И Путин это прекрасно понимает, вот поэтому-то и все еще ее нет, а вот именно сейчас все, последний срок. Если сейчас мобилизации не будет, то в принципе она уже и не поможет. Если ее там в следующем году провести, например. Или в конце этого, ну там осенью. Вот это лето это решающая битва Путина. Пока еще вот небольшое окно, в которое он может чего-то добиться. Ну, чего-то на самом деле незначительного. Взять, например, Волчанск. А может быть часов яр. А или в лучшем случае и то и другое. Но не более. Хотя мне кажется на харьковском направлении рашистов вообще скоро погонят санными тряпками опять туда за поребрик. Но об этом попозже. Пока что возвращаемся к новому министру обороны Белусову, которого прям пропагандистам была дана команда хвалить, хвалить, вылизывать, хвалить и лелеять. Мол, честный, вот решительный, идейный, ну вот я уже говорил. Это его цитата «Ошибаться можно, врать нельзя» слоган прям сильно. Ну как этот слоган исполняется мы вот уже увидели. Просто в фейерверке фейковых взятий населенных пунктов. Но помимо вот восхваления Белоусова была ждана команда, ну или вернее снято ограничение на хейт предыдущей команды. Это же вот не то, что Белоусов красавчик, а то все лжецы и воры. Ну и все же на этой волне начали хитить старое министерство обороны. Ну и принцип, который накануне озвучил Белоусов стал уже мемом. Ошибаться можно, врать нельзя. Вы знаете, ведь когда началась специальная военная операция, вот мы с вами в этой студии сколько раз мы говорили, что «А как же так? А вот это изделие, а вот это изделие, которое нам показывали на параде победы, на параде, вернее, на красной... Очевидно, именно это он и имел в виду. А как же беспилотники, которые нам демонстрировали? Потом, когда началась... Сказалось их три к началу спецоперации. Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, это не стреляет, это не летает. Кто-то врал, кто-то говорил неправду, кто-то производил продукцию, которая на самом деле не стреляла и не летала, а на это выделялись огромные государственные народные деньги. Вот задача Белоусова сделать так, чтобы если что-то там делается, мы понимали, как это летает и как это стреляет. А кто же эти воры? Вот они так хейтят, но фамилии не называют. Даже Шойгу фамилии не называются, хотя все, уже отставили. Или даже Иванова, например. Потому что, ну естественно, все знают, что это на самом деле одна единственная фамилия. Именно тот, кто и занимался всем этим последние 25 лет, четверть века. У нас же ведь 25 с лишним лет уничтожали вооруженные силы и оборонную промышленность господа реформаторов, которые до сих пор ответственности за свои преступления не понесли. Но тем не менее, вот на этой волне хейта предыдущей команды, как принята эта традиция российская, все валить на предшественников, начинают вот прям открытым текстом озвучивать реальное, более-менее реальное положение вещей. Очень часто командиры, ну настолько в разнобой к той листву под рова, отвечая за личный состав и за, простите, использование той личного состава на поле боя, когда от роты остается 20 человек в результате наступления. И никто за это не отвечает. Где танки? Где артиллерийская, где арта? Никто не отвечает. Вот я бы Андрея Ромычу не то, что посоветовал бы, просто на мой взгляд, чем надо разбираться, это с расходниками на фронте, с ответственностью командира части, оправданностью действий каждого командира. Пора заканчивать с Махновщиной. Потому что сейчас радовались тому, что есть командиры. Давайте их решение тоже проверять, потому что в результате бойцы гибнут в большое количество. И в случае высоких потерь в части, по-любому должны разбираться старшие на уровне дивизии. Естественно, командира нужно вызывать и проверять обоснованность его действий. Потому что, еще раз говорю, гибнут люди. Это очень серьезная проблема. И я знаю как, я знаю почему, естественно, я не назову, каковы. Это действительно, меня просили об этом говорить люди, которые сидят в окопах от Лисичанской до. И им, мягко выражаясь, тяжело. Потому что это необоснованность, неоправданность решений некоторых командиров. Жаловаться, как вы сами понимаете, на фронте невозможно. Вот видите, внезапно и потери огромные как-то вот вдруг. Все же были санитарные, Путин лично говорил. В наших военнослужащих там потери санитарные. А теперь вдруг вот, от роты 20 человек осталось. Сколько это? 10 процентов? 20? Вот 80 процентов, в лучшем случае, 90 процентов людей уничтожаются просто впустую. На взятие очеретина. И вот такие сообщения, я же говорю, более-менее правдивые, которых начинают, может кто-то и задумываться в России там, вызывают страх у других пропагандистов. Вот чего, какой правды вы хотите? Такой, чтобы, извините, обделаться и дрожать от страха? Или вам, как вы получаете какое-то нездоровое удовольствие, когда вам выходят и рассказывают, что да, у нас там где-то какой-то корабль, да, был подбит или сбит самолет. Вот вам от этого знания, что ни людей, ни машину уже не вернуть, но при этом давать повод противнику праздновать пары могут. Так они и так, благодаря тем, что у кого-то, в вода в заднице не держится. Впереди паровозы бегут, все рассказывают. Вот все у них, все, вот оно на распашку, смотрите. Вот смотрите, как у нас здесь. А зачем вам горит правда? Чтобы обделаться? Вот ну, все прекрасно понимают, что правда такая, если ее простые россияне узнают, вот реально обделаются. Но при этом они не понимают, что не для этого нужно говорить правду, не для того, чтобы люди могли повозмущаться или посмаковать неудачи, или ну вот они по себе меряют, они не понимают, для чего это. На самом деле это необходимо для нормализации этого процесса. Если о проблемах не говорить, то проблемы никуда не деваются, они наращиваются. Ну, если ты что-то плохое сделал, а тебе за это ничего не было, то, естественно, ты продолжаешь это делать, а то и начнешь делать что-то еще плохое, и за это тебе тоже опять-таки ничего. Вот поэтому надо говорить правду. И если бы ее говорить сразу, то не было бы такого момента, что произнесение правды вызовет массовую дефекацию в обществе. Но они этого не понимают. А значит, все эти катастрофические ситуации будут только продолжаться, проблемы будут наращиваться. Вот, например, в Белгороде опять уронили три, на этот раз бомбы, вроде ни одна не взорвалась. Но факт остается фактом. За последние вот три месяца всего Россия сама сбросила на Белгород что-то 55, по-моему, бомб. Ну, сбросила, уронила. Но поскольку об этом никто не говорит, то никто и не будет это исправлять. Зачем, если и так сойдет? Ну, кстати, вот по прошлому прилету в Белгород, там, где они уронили бомбу, выплаты начали все-таки выплачивать людям. Если ты утратил жилье, то тебе там 100 тысяч рублей. Некоторым 50. Ну, это только тем, кто прописан. Если это твоя квартира, но прописан ты где-то в другом месте или вообще не прописан, то, извините, никаких выплат нет. Тебя тут не существует. Как это, своя квартира? Что значит своя квартира? Холоп должен быть крепостным. Он приписан к крепости определенной. У него ничего быть не может. Ну, а если он каким-то образом что-то себе приобрел, ну, это его проблемы. А чтоб белгородцам не так прям обидно было, им напомнили, что Белгород просто восстановил историческую справедливость. Снова стал засечной чертой. В регионе нет денег. Ложь. Оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества гражданам из расчета за частично утраченное имущество 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное 100 тысяч рублей на человека. А белгородчиня Богу доготовил вновь на время стать засечной чертой. Не зря же все эти названия старинных поселений Пушкарная, Стрелецкая, Драгунская. И в Якутии тоже своеобразным образом заботятся о семьях ветеранов. Вот, даже не ветеранов, а павших героев. Там Единая Россия установила холодильнички такие, маленькие морозильнички, в которые призвала охотников сдавать дичь. Так, друзья, тоже присоединяйтесь. Морозильник стоит в здании из Уфу к фене на первом этаже. Вот, первая партия уток 15 штук. Ну, во-первых, я не охотник, вообще ни разу, но реально в такой пакет запихнуть 15 уток? Но смысл не в этом. Смысл в том, что вот великая Единая Россия призывает обычных людей убивать животных, чтобы было что поесть семьям людей убитых в Украине путинским режимом. Собственно, этой же Единой Россией. Вот так вот. И кто после этого скажет, что Единая Россия не помогает вот семьям героев и не заботится о людях? Потому что кто же, как не они? Все остальные ветеранов этих СВОшников ненавидят лютой ненавистью. Пошли в магазин Пятерочка круглосуточный. Стояла компания возле пивбара молодежи. Я рассказал, что в отпуске принимал участие в СВО и компания, которая рядом находилась, услышала это. Подходит и говорит, братан, я тоже сотрудник. Я говорю, приятно. А откуда, что, как, наши вопросы. На что он мне отвечает Явр с Украины. Хи-хи-ха-ха. Он ушел. Через некоторое время подходит второй и говорит с этой же компанией другой уже. Пойдем поговорим. Без проблем пойдем. И без разбора я даже сейчас и понять, даже не понял, что, как. И просто начали месить. Так как со стороны прохожие вели только съемку, никто не помог, никто не влез. Пришлось, моя жена влезла и начала меня оттягивать. Они начали пинать ее. Бросать, кидать, выбивать у нее телефон. Я падала несколько раз. Вот упала на ногу и перелом. Вы видите. А кого не избивают благодарные сограждане, того, просто кидают на бабки государства. Это происходит просто постоянно. Есть десятки видео, где прям целые группы людей в очередной раз просят Путина разобраться. Ну, всех их показывать смысла не имеет. Ну, вот, например, один из таких персонажей. Я гражданин Российской Федерации Николай Сергеевич. Участник СУГО, служивший в военной части 44-163, который находится в городе Луганске. Получил два ранения. Первое ранение получил в ноябре месяце 15-го числа. Пролежал я в городе Луганске три недели. Меня выписали и отправили обратно на передовую. Документы по ранению я все передал в часть. Второе ранение я получил 16-го января. Именно взрывное с отрывом конечностей пальцев и со скольчным переломом кисти. Повозили меня по всей России. Москва меня не смогла принять. Меня выписали, поставили категорию Г и отправили домой с мазями и перевязками. Когда я приехал домой, хорошо, я здесь нашел хорошего хирурга. Я из города Читы. Кистевого, который занялся. Рука у меня уже тогда на тот момент завоняла. Если бы без дальнейшей правильной медицинской помощи я бы полностью решился кисти. На данный момент я вынужден лечиться за свой счет. Ни за одно ранение, ни за первое, ни за второе мне выплаты не были произведены. Я не хочу к себе жалости. Я не хочу чего-то там добиться. Я просто хочу, чтобы мне отдали то, что мне положено. Почему я выполнял задачи, которые мне поставлены были добросовестно, а передо мной государство и именно военная часть не хочет выполнить свои обязательства. Я знаю, что после этого видео меня могут объявить диссидентом или еще что-то. У меня есть семья, у меня есть жена, у меня есть дети, которых я должен кормить. А мне в данный момент не на что их кормить. Обманутые, опозоренные, убийцы, все абсолютно военнослужащие Российской Федерации преступники по факту. Ну и соответствующие к ним отношения. Их презирают. И представляете, какое внутри состояние у этих вот ветеранов. Пацаны, когда мы позвонили сегодня, все один, потом другой, рассказывают, блядь, истории, блядь, свои, блядь, как на них, блядь, смотрят мирняк, блядь, не понимая от их. Да форму одеть, блядь, стесняются, потому что на них не будут смотреть. Один, блядь, придурок, 20-летний, подошел к мужику в магазине, у него два кристарарки, Григорьевских, смотрят на него, блядь, смотрят. Тот не выдержал, повернулся. Чего ты меня так смотришь, че тебе от меня надо? Он говорит, да вы же, убийца. Мне так, хотелось, говорит, вырвать на уху, его кадык начер, положить, говорит, и сказать, пробейте, пожалуйста. Че ж вы делаете-то, Там сейчас такие бои идут, там мои пацаны, блядь, гибнут, а вы, блядь, вообще не понимаете, ни хрена. Как там холодно, как там, блядь, снег, блядь, жрут, потому что в воду не занести невозможно, как быка экономят. Костя, как у тебя дела, блядь, как у тебя дела, да хуёво у меня дела, блядь, у меня кровище нахуй из ноги, блядь, льется, блядь, постоянно, блядь, я ходить не могу нормально, блядь, у меня зубов нету, ни хуя, блядь, у меня зрение, блядь, село, блядь, у меня в коленке, блядь, осколок, блядь, у меня все ноги в осколках, продолжать, блядь, как у меня дела, Охuitительно, блядь, в ней дела Всем бы такие дела, блядь Может, поумнели бы, блядь, маленько Я, блядь, стою, блядь, с протянутой рукой Как дебил, блядь Сказано же, блядь Масе Маргарите, блядь, нахуй, блядь Не проси, блядь, нахуй Сами дадут, блядь, когда, блядь Когда, блядь, никого не останется Тогда вы дадите Масе, блядь, 43-й год, блядь Ну, когда у вас, блядь, ментальность-то поменяется Боже мой, блядь Ну как вы не понимаете, что у вас есть дети, блядь Как обидно, блядь, когда вы там по телевизору, блядь, срается массовая информация, блядь Наши герои, блядь, мы вас так любим, блядь, туда-сюда, блядь Господи, блядь, господи Кому вы врете? Кого там вы любите, блядь Ты, блядь, убийца А вы, блядь, не убийцы Проектировщики, которые, блядь, проектируют, блядь, спусковые, блядь, крючки, блядь, не убийцы Металлурги, блядь, которые делают, блядь, сталь Из которых делаются наряды, блядь, не убийцы И хорошо этот рыдает, а другие возьмутся за оружие Ну, конечно, на самом деле, вот этот вот рыдающий оккупант все очень правильно рассказал Помимо того, что их презирают, что они убийцы, наконец-то, до него даже доходят потихоньку Но он очень правильные вопросы задает А вы не убийцы, вот, ну, остальные россияне Конструкторы, которые создают эти машины смерти, металлурги, которые, ну, вот это вот все Да просто обычные граждане, которые платят налоги и за это все производится Начинают вдруг до них доходить, что, оказывается, телевидение врет Никто их не любит, это просто лозунги А на самом деле пропаганда просто транслирует ненависть, которую, собственно, и ощущают на себе все И ветераны, и обычные жители, и украинцы в первую очередь Это все продукт пропаганды ненависти Причем это уже даже пропагандой нельзя назвать Пропаганда это то, что тебе подсовывается А тут навязывается Вот опять-таки это же новая элита Ветераны-убийцы Они же прямо детей учат этому Они пропагандируют ненависть И насаждают фашизм прямо с детства Сегодня для нашей страны очень тяжелое время Мы заканчиваемся и заменить нас некому Это война на долгах Это священная война за правду Мы воюем против истинного зла, которое не грезают никаким методом Так что, если мы проиграем в живых, они никого не оставят Они придут за вашими мамами Все остальные, братиками И сделают Короче, плохое они сделают Так что, ребята, забудьте за университеты Тусовки и прочую фигню Идите на фронт Учитесь копать, копать и еще раз копать Вам это пригодится Тоже, кстати, на самом деле Даже вот этот убийца Намного искреннее российской пропаганды Потому что он честно говорит, что мы заканчиваемся И вас точно загребут Вот забудьте про универ и прочую фигню Ну, для тех, кто там сейчас воюет Универ это, да, действительно какая-то фигня Ну и вообще высшее образование Вообще образование Зачем? Учитесь копать Вот это вам точно пригодится Но при этом он, конечно же, не забыл озвучить все свои преступления И, конечно же, списать их, как всегда, на Украину Они всегда так делают Они не могут что-то свое придумать Ну, в силу своей ограниченности Они вот понимают, что они делают А раз они это делают То для них это абсолютная норма Все вот эти казни, пытки, расстрелы Фильтрационные лагеря, депортации Это для них норма И, естественно, значит, и враг так делает Ну, потому что это норма И они вот поэтому нас в этом обвиняют Хотя это вообще никак с Украиной не вяжется И, конечно же, наши воины тоже вернутся с войны С посттравматическим синдромом И будет достаточно большое количество преступлений Именно следствий из этого Из войны Эхо войны такое будет Ментальное Но это будет на много порядков менее выражено Потому что к нам на гражданку вернутся герои Защитники, легенды А в Россию вернутся преступники, убийцы, проигравшие Еще и кинутые властями Но при этом с рассказами, что они новая элита И вот они будут вести себя, как новая элита Давай, давай, говори, что молчишь-то Мы попросили... Ты что молчишь? Говори, говори, что молчишь-то Ну вы что? Подожди, иди отсюда, пожалуйста Я расшибусь, если твои лапки здесь снимаю Так нет, он герой Ну зачем? Ну пускай снимает Ты вот это Которая меня... Ты когда я тебя не ударю Поняла? Ты на кого полезла, блядь? Все, понятно Все, понятно Ты тварь, блядь Ты ведь сейчас вас пьяная А какая бы я... Да когда меня алкашкой назвала Мы у нее спросили арбуз купить Сладкий, не сладкий Ты что сказала? Вы что, вольтанутые что ли? Ёль Это тоже на самом деле пацифист Он так оттягивает жену Не дает ей, в прямом смысле слова Накостылять продавцу И сам он, надо сказать, с кулаками Не кинулся Он поступил Для меня вообще неожиданно Ты с кем базаришь? С тобой Со мной базаришь? Да, да Пиловая крыса Нельзя так За этот арбуз попросили Сладкий, не сладкий Стоять в телефоне, блядь Не может объяснить Что тебе надо? Я тебе, я сухо уши отрежу Блядь 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 Что она делает? А мог бы и полосануть Как говорилось в старом советском анекдоте Вот это новая элита Это вот будущее России Да чего там будущее? Это настоящая Россия Ведь это же на всех уровнях так Ненависть пропагандируется абсолютно на всех уровнях Во всех средах Нормализуется убийство Насилие вообще в любом проявлении Считается доблестью Сразу хочу сказать Если нравственные извращенцы Типа Макаревича Там все легко Лечить Можно вон у коллег из КПРФ спросить У них когда-то были славные времена Один ледоруб, то сказать и минусродский И я призываю не стесняться в методах И разнообразить даже ножики Там всякие топорики Кувалды Выглядят более гуманными Кувалды Я выслушаю Я не стесняюсь Я сам лично готов Макаревичу дать Ледорубам по голове И я буду счастлив И с Родиной мне поручен Это депутат Государственной Думы Это официальное лицо И он реально вспоминает Те совершенно дикие времена С ностальгией Вот как хорошо было Раз ледорубом А лучше кувалдой Кувалдой Вы вообще Судя по всему Просто привыкли Но вот на секундочку Попытайтесь Стереть события Последних там Двух с половиной лет Из памяти Депутат Государственной Думы Призывает Разбить голову кувалдой Вообще Когда это произошло Вы же помните С каким ликованием Вот казнь Публичная казнь Омерзительная казнь Считается доблестью Отрезание ушей задержанным Считается доблестью Этого не то что не стесняются Это прям выпячивается Мерч Что с ухорезом ФСБ Я показывал вам рекламу Тут же появилось И кувалды тоже Именные Вагнеровские Как горячие пирожки Расхватывали Вот это Россия Нет конечно же Там еще остаются Нормальные люди Но в условиях Даже не то что диктатуры А диктатуры Бандитизма У этих людей Просто шансов нет Вот в одном из Московских вузов Студент на лекции Поспорил с преподавателем Преподаватель рассказывал Что репрессии Сталина То такое Они там сами виноваты А за то какую страну Создали И тра-ля-ля-ля-ля Ну вот это вся Чушня их любимая И вот студент попытался Поспорить Что как бы вообще-то Это не то что ненормально Это преступление Но в результате Конечно же Преподаватель В дискуссии победил Заставили замолчать Этого студента А потом еще и заставили Друзей Ну сокурсников Накатать на него Доносы И на основании этого Выгнали из общаги А потом вообще Отчислили И теперь быстренько В армию В соответствии с приказом Университета У вас нет права на срочку Поэтому для Выяснения Уточнение Ваших данных Обстоятельств Военный комиссариат Вас Препровождает В отделение Для проведения Соответствующих Метоприятий Далее уже Там на месте Будете разбираться Ваши мышления Все к вам как законно Никто ваши права Не нарушает Ну меня Мне должны прислать повестку Пожалуйста Человек Просто На лекции Поспорил с преподавателем О том что вообще-то Без суда и средствия Казнить собственных граждан Это преступление А не героизм Вот это Россия При этом Простые люди Вообще за людей Не считаются Но вот эти выплаты По 50 тысяч За разрушение Полное Твоего дома То что сейчас Вот это тонуло Пол России Продолжает тонуть В Якутии Сейчас чрезвычайное положение Уже Теперь она под водой А при этом По Тюмени По моему Или не помню По какому региону Уж слишком много Их затонуло В некоторых местах Чиновники так подумали И сказали Слушайте Дамбу здесь строить Наверное не надо Мы просто Эти поселки снесем Ну тут все равно Все затапливает Ты зачем тут Что-то строить А вот один из чиновников Степан Огорелков Молодой надо сказать Чиновник Ему всего 23 года А уже прям Видный деятель В аппарате Губернатор Омской области Так вот Когда люди Начали жаловаться На то что Как же так Нас затопило А ничего не делается Никакой помощи Ну вы все помните Я показывал Много таких роликов Он этим жителям ответил Что они Клоуны Которые Ничего в жизни Не добились Берите лопаты И сами Строите себе Дамбы Правительство Вам ничего Не должно И они Они правда Считают Что они Чего-то добились Он в 23 года Он в аппарате Управления Целой областью Вот это Ж успех Правильно Но Ты же это Просто украл Тебя на теплое Местечко Пристроил папа Какая твоя В этом заслуга Чего ты добился В жизни У тебя в жизни Все есть Но ты ничего не добился Ты это украл Но они не понимают Для них Закон Это бандиты Для них Украсть Ну да Так и надо Это не что-то плохое Это доблесть Но если ты украл Молодец Мог Красавчик Отжал И тебе за это Ничего не было Пятерочка Вот это вот Настоящий пацан У них такая логика Если ты не воруешь Ты терпила Они в принципе Не способны Ничего создавать Они даже не могут Поддерживать Работоспособность Того чего украли Ну естественно В такой системе Выживать крайне тяжело И вот то что Царьград трубит Просто про демографию Он же не спроста трубит Россия реально вымирает Более того Она ведь не обезлюднела Откуда-то люди берутся И эти люди Это иммигранты Причем едут Худшие Потому что Это бандитская клака Туда естественно Едут бандиты И там уже буквально В Подмосковье Вообще русских не осталось Ну В пределах Статистической погрешности Идешь и толпа мужчин На тебя постоянно идет Раньше Сейчас чуть-чуть Как бы После крокусов После вот этого Немножко Но Это до порыда времени Пока им не дали приказ Пока им не дали приказ Сейчас им Главный их Главный Сказал Тихо Себя ведите Пока Женщин не трогайте Ничего Раздетое Не раздетое Идет Не твое дело Как только Они получат приказ Потому что Их здесь уже большинство Нам просто ночью Пере***ть лодки здесь В каждой квартире Они будут Поштучно знать В квартире Где русские живут То есть вы считаете Просто дело времени Да Это уже так идет В девятом году Такого не было В девятом году Их было 40 процентов 50 Сейчас 98 Два процента Два процента русских Они нас говорит Вырежут Каким дадут приказ Вот этот их С бородой Судя по всему Она показывала Не знаю О ком конкретно она Но вот Два процента Импортозамещение Такое Вот происходит А вот реальное Импортозамещение Как-то что-то Вот все не складывается Недавно презентовали Новую Волгу Которая Такая же новая Волга Как вот предыдущий Москвич был Обычным китайцем Они тупо Берут китайскую машину Прям вот Один в один Переклеивают на ней Название И продают Где-то в полтора Два раза дороже Все Но Мишустина Волнует другое Друзья Я все понимаю Однако У вас где сейчас Сделан руль Конкретно китайский Кто? Руль Руль Но на самом деле Это же только начало Вы слышите ответ Руль пока китайский Хочется чтобы руль был Российским Значит это же не так сложно Как логализовать коробку И все остальные элементы Правда? Не извиняюсь Мне кажется Что мы просто Должны Себе сами задавать вопрос То что подстоят Сперед Руль гает Китайский Ничего что это Все китайское Эта машина Абсолютно до последнего Болтика Китайская Но вот почему-то Руль Ну хотя бы руль Мы можем сделать Нет Вы даже гвозди Не можете сделать Бандиты Не могут ничего сделать Они могут только Отобрать Разрушить Ограбить Убить Создавать Они не способны Это ну Совсем другая отрасль У них Совсем другие Приоритеты И задачи Законы для них Существуют Исключительно Для того чтобы Их нарушать Так принято Но вот порассуждать О законности Они любят Тут вот Недавно Путя ляпнул Про то что Мол все Зеленский Нелегитимный Президент Смешно конечно Слышать От диктатора Который 25 лет Сидит Подтасовывает Выборы Не допускает Вообще Даже каких-то Призрачных Кандидатов Меняет Конституцию Ну короче Вы знаете Так он же Еще полетел В Беларусь И там Это повторил И плюс Еще и Лукашенко Ему начал Поддакивать Что касается Истечения По поводу Лукашенко Это вообще Отдельная история Он буквально Проиграл На выборах И сейчас Он захватчик Он узурпировал Власть А тут Оказывается В Украине Вот все Узурпировано И суды Молчат Ничего сказать Не могут Они не могут Сказать Потому что Им нечего Сказать Все в рамках Закона Но они Рассказывают Что нелегитимный Зеленский Потому что Выборов Жж не было А вот Должны были Быть Но нет Выборов Не должно Было Быть По закону Выборов Быть Не может Во время Войны Их Можно Было Бы Провести Тоже В соответствии С законодательством Может быть И могли Быть Выборы Но не В горячей Войне В 14 Можно Было Проводить Выборы Хотя Война Была Но В данной Войне Это Противоречит Не то Что Закону Это Логики Банальной Противоречит Я уже Рассказывал Ну как Как Вы себе Представляете Выборы Бегать С урнами По окопам Собирать Людей В одном Месте Создавать Такую Удобную Цель И Военных Может Собирать В одном Месте Это Физически Невозможно Причем Эти Выборы Если Даже Они Состоялись Вообще Бессмысленны Потому что Все равно Победил Зеленский Ну вот Проводились Опросы Даже Если Залужный Вдруг Решится Стать Президентом А это Самый Любимчик Народный Все равно Проголосуют За Зеленского Подавляющее Большинство Ну а Всяких Там Порошенко И речи Конечно Не идет Непонятно Вообще Какой-то Малейший Смысл Есть В том Чтобы Продавливать Эту тему Про Выборы В Украине Украинцы Не Россияне Они Все Прекрасно Понимают Мы Не тупые Украинцы Не хотят Проводить Выборы Не потому Что Не хотят Нельзя Сейчас Проводить Выборы Не по Закону Не по Здравому Смыслу Не по Вообще Ну нет Так смешно Это Слушать Особенно На фоне Того Что Тут же После того Как Путин Усомнился В легитимности Зеленского Он тут же Начал Клянчить Перемирие Ну это Как это С кем Ты Собрался Заключать Перемирие С президентом Которого Ты считаешь Нелегитимным Что Ну и Сам факт Конечно Того Что Путин Клянчит Перемирие Тоже О многом Говорит Вначале Об этом Вообще Заявили Авторитетное Издание Reuters Выпустили Статью Про то Что Путин Призвал Украинцев Прекратить Огонь Само Название Уже О многом Говорит То есть Так Подается Новость Что Украинцы Негодяи Вот Стреляют А Путин Миротворец Хочет Мира Но Это Либо Дезинформация Самого Кремля А журналисты Просто Повелись На это А может Быть И сами Журналисты Что Называется Рыльца В пушку Тем не менее Вот такие удочки Закидываются А теперь Вот уже И Путин Собственно Устно Так сказать Подтвердил Да-да Вот он Клянчит Переговоры Не переговоры А вот Конкретно Все Давайте То что я Успел Захватить Оставляем И так и быть Прекращаем Все Нет Понятно Что Естественно Он хочет Оставить Все что Захватил Потому что Понимает Что удержать Он это не сможет Ну никак Вот Этим летом Я же говорю Последнее окно Возможностей Для Пути И после этого Он не сможет Удержать Ничего Потому что Только Начало нам Поступать Оружие Наконец-то И уже Все остановилось На фронте С российской стороны И это же Еще не начали В полную мощность Работать Все эти западные Заводы Они же Пока Раскачаются Это капец Конечно И нам Еще пока Нельзя стрелять По территории России Вот что Еще важно А когда Будет Можно Как Россия Собирается Удерживать Оккупированные Территории Непонятно Тем более Тут скоро Саммит Швейцарии И про него Будет Тоже Упомянул Думаю Что Одна из целей Конференции Которая анонсирована Конференция В Швейцарии Как раз И заключается В том Чтобы Западное сообщество Спонсоры Сегодняшнего Киевского режима Подтвердили Легитимность Действующего Глава государства Или уже Недействующего Но Вот эти Пиарские Шаги Они не имеют Значения Для юридических Документов Вот мол Это Зеленский Хочет таким образом Получить Легитимность Ну Он просто же Опять повторяет То что Делает сам Вот это он ездил В Китай Чтобы подтвердить Свою легитимность Его аж весь мир Признал нелегитимным А вот Китай Его принял Как президента И вот для него Это было какое-то Вот такое Самоутверждение И он считает Что и Зеленский Нечто подобное Хочет провернуть Только в гораздо Больших масштабах Потому что Его поддерживают Ну Украину Поддерживают Большая часть мира Но на самом деле Нет Этот саммит Совсем про другое По факту Это все Основные мировые Державы Собираются Чтобы решить Проблему С Путиным И если Не дай бог На этот саммит Приедет Например Китай Ну то есть По факту Подпишется В том что Он против Путина То какие шансы Вообще есть у России Конечно Китай Пока неизвестно Приедет или нет А Индия Вроде уже Отказалась А этот саммит Будет конкретно Против преступлений Которые творит Россия И если туда Приедет кто-то Из союзников России То это будет уже Вот даже не звоночек А прям Транспарант Путя Ничего тебе не светит Ну и тут Вот так плавно Уже выходим На международные новости И тут Самое громкое событие Это конечно Гибель Президента России Раиси Президента Ирана Все уже наверное Слышали Вертолет Разбился Люди Празднуют Россия Оскорбит Отправляет Своих спасателей Говорит Что создаст Расследование Какое она Вообще Отношение Имеет К этим событиям Непонятно Но вот В России Конечно Это восприняли Ну естественно Это главный Стратегический Партнер Один из двух Северная Корея И Иран И тут в Иране Вот такой попадос Конечно ничего в Иране На самом деле не поменяется Потому что у них Этот президент Чисто номинальная Фигура Там же ж Религиозные фанатики У власти на самом деле Я не помню Да и вот я По востоку Я не специалист Но это же Отличный повод Российской пропаганде Опять обвинить во всем Конечно же Америку Ну конечно же Америку Потому что Они же слишком быстро Заявили Вот там Я не буду уже Показывать эти нарезки Потому что там Огромное количество Эти шоу ненависти Где все говорят в принципе Одно и то же А как они так быстро узнали И еще никакого Официального заявления Не было А вот американские Журналисты Уже написали Что погиб Вот президент Ирана Потому что Это журналисты А не пропагандисты Они не сидят И не ждут отмашки А узнали информацию И выкладывают Все как есть Они там Рассказывали Что это точно же Америка Потому что И перечисляют Случаи К которым Америка тоже Кстати Никакого отношения Не имеет Или вот например А вот же Они сами сознались Там в устранении Того-то В устранении Того-то И вот поэтому Это конечно же Америка Если они Сами признаются Если действительно Что-то делают Они так и говорят Да мы вот устранили Лидера террористов Или еще кого-то Но тут же Они ничего подобного Не заявляли И вообще Тут нет никакого Отношения к Америке Кроме того Что это был Американский вертолет Который Под санкциями 50 лет Находится И естественно Может упасть Но это все равно Конечно же США Соловей Дошел просто до маразма Он уже начал На юмор Реагировать Сегодня Неожиданно Французский канал Выдал такое Группа Хамас Высказывающаяся В телеграме Утверждает Что пилот вертолета Был агентом Масада Он даже Называет имя Эликопта Правда Это или нет Но конечно Все это часть Тех слухов Которые ходят Это политический Аналитик Даниэль Хаид На французском Канале 24 Ньюс Французский Журналист Сказал Смотрите Убийца Эликопта А вы же Все его знаете Вот до такого Маразма Доходит Российская пропаганда Ну Я не понимаю Ну как Как Лишь бы Вот это Сказали На западе У них Этот карго культ Они хотят Быть как Америка Но не могут Они не понимают Как это работает Они думают Что там Так же Все работает Как у них Что все воруют Врут И ну короче Вот такой же Клака И в Америке Ну только Они сами Печатают Доллары Вот в огромных Количествах Поэтому Вот у них Все хорошо Они правда Не понимают Как на самом деле Работает государство И как работает Доминирование В мире Что это прежде всего Экономика Технологии Ну короче Они Для них это просто Что Мы не знаем Таких слов Это гопники Обычные Но Едем дальше С Китаем Тут напряженная Достаточно Ситуация Они опять Брят Брят Сают Оружием Окружили Тайвань Вроде Как учения Но мы Все знаем К чему Могут Привести Такие Учения Не знаю Решится ли Китай На какие-то Реальные действия На фоне того Что вот Как он Видит Российскую Войну И реакцию Мира На нее Честно говоря Не уверен Что он Предпримет Какие-то Шаги Возможно Это просто Прощальный Подарок Путину Мол Я хорошо Я тут Немножко Покипишую Отвлеку Немного На себя Внимание Пока Ты Клянчишь В перемирии Но больше К сожалению Ничем Помочь Не смогу А хорошие Новости У нас Из Америки Где Может В ближайшее Время Решиться Главный Вопрос Главная Проблема Украины Может быть Устранена Как я и говорил Харьковская Операция Стала Поводом Для Продвижения Размышлений О разрешении Ударов Западным Вооружением По Российской Федерации Об этом Уже Прям Вот Открыто Говорят Я бы Даже Сказал Упрекают Вот Например Конгресс Говорит Минуточку Конгресс Не говорил Ничего По поводу Того Что Можно Не Можно Стрелять Чего Это Вы Запрещаете Вот Это Зона Убежища Для Русских На Их Территории И Все Что Они Делают Это Просто Развертывают Свою Артиллерию И Ракеты Вдоль Границ Украины И 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 Ваши Администрация И Джейк Салливан Запретили Украине И 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 Вот Почему Я Отметил Здесь Радиус Действия Атакамс Дальний И Ближний И Хаймерс Без Одной Руки Привязанной За Спиной Кстати И В отношении Израиля Тоже Подчеркнул Но Это Уже Другой Вопрос Более Того О том Что Надо Украине Не То Что Разрешить Я Б Даже Сказал Рекомендовать Бить По Территории России Заговорили Все Включая Внезапно Майка Джонсона Это Тот Самый Спикер Который Блокировал Помощь Денежной Украине Вот Буквально Еще Сколько Месяц Два Назад Я Считаю Мы Должны Позволить Украине Вести Войну Так Как Они Считают Нужным Они Должны Иметь Возможность Дать Отпор Я Считаю Что Попытка Контролировать Усилия На Микро Уровне Это Не Очень Хорошая Политика Для нас Вот Да Тот Самый На Кого Возлагала Россия Надеждой Что Помощь Украине Выделена Не Будет Не Просто Выделил Помощь А Еще Подливает Стал Ястребом Прям Смотрите Это Правая Рука Трампа Или Как Минимум Человек Полностью Подконтрольный Трампу Был Возможно Я тогда Помните Говорил Что Возможно Он Заключил С демократами Какой-то Союз Ну Там Тоже В тонкостях Американской Политики Я тоже Не Разбираюсь Но Если Единственный Кто Не Поддержал Пока Это Решение И Если В ближайшее Время Это Не Изменится То В первую Очередь Трамп Начнет Давить На Байдена Вернее Рассказывать Про Байдена Что Вот Смотрите Тряпка Прогнулся Перед Путиным Боится Фу Вот Я бы Пришел Я бы Эту Войну Один День Закончил Дал Бо Украине Все Вот Поверьте Скоро Он Так Заговорит Если Вдруг Это Решение Не Будет Одобрено Ну А Касательно Помощи Выделяемой Америкой Там Очередной Пакет На Не Помню 100 200 300 Миллионов Где-то Так Там В основном Боеприпасы 155 Миллиметров Хаймарс Ну Короче Ничего Нового Интересного Расходники Но Это Тоже Важная Поставка Конечно же Евросоюз Одобрил Выделение Украине Прибыли С замороженных Активов РФ Их Хотели Конфисковать И россияне О них уже говорят Как о конфискованных Хотя на самом деле Нет Они заморожены И вот там Долго шли Дебаты Германия Тут очень сильно Конечно Поднагадила Они прежде всего Были против того Чтобы эти деньги Выделить нам Но вот Сошлись на том Что Деньги Работают Крутятся На них капают Проценты И эти проценты Выплачиваются Украине Уже 100 лет Об этом говорят Ну вот Наконец-то Вроде все Оформили Пошли денюжки Что конечно же Вызвало Мгновеннейший Подрыв Пуканов У зет Патриотов И из них Прям полезла Сущность Потекла Правда Матушка Ну так вопрос О конфискации Наших денег А че ж Их не конфисковать Ну че ж Не конфисковать Деньги У людей Которые Даже не пытаются Себя защитить Ну давайте Вспомним Мы все Прошли через Улицу Кто в московскую Кто в других Городах Мы же понимаем Что терпила Существует Только для того Чтоб его Ограбить Вот он В состоянии Аффекта Начал говорить Правду Они уверены Что тот Кто живет По закону Создан для того Чтоб его Безнаказанно Грабить Для них Это норма Это прям Вот закон Мироздания Имеется ввиду Потому что Уголовные законы Они воспринимают Как инструкцию К нарушению Это то Что нужно делать Не то Чего делать Нельзя Так везде В России И они Вот не стесняясь Об этом Говорят Терпила Существует Только для того Чтоб его Ограбить Это единое правило Так зачем же мы Выступаем В роли Терпил У которых Можно Безнаказанно Отнять Кошелек И этот Терпила Устрется Это гопота Дорвавшаяся до власти Это не просто там Непрофессионалы В своей отрасли Это даже Не бандиты Ну не в смысле Криминальные гении Это гопота Обычная Питерская Московская Подзаборная Гопота Они настолько Примитивные И убоги Что они даже Воровать не могут Не умеют Ну так воровать Чтобы это Приносило прибыль Можно понять Когда ты забираешь Там крадешь Условно говоря Завод И теперь он твой И денежки Которые он зарабатывает Идут тебе Но они не так делают Они уничтожают Этот завод И продают его На металлолом Это условно Вот все За что они берутся Разваливается Любой бизнес Который они отжимают Превращается В пшик Мы это прекрасно Прошли при Януковиче Вот то же самое было Сколько было Отжато всего И лично Януковичем Его сыночками 90% Отжатого Превращалось В руины Потому что Это гопота Это агрессивное Было Целая страна Гопник Вот нонсенс Такого быть не может Гитлер Гопником не был Он был Преступником Тираном Но Но тут Вот просто Буквально Гопник И причем Этот гопник С каким-то Настолько искаженным Пониманием мира Что он считает Полицию Другим гопником Ну типа Конкурентом Ну вот я не представляю Себе хулигана Там или бандита Какого-нибудь Который всерьез Бы качался С мусорами Что мол Типа раз они там Вон Васю вчера Подстрелили А Петю Отмудохали А Вове Позавчера срок дали С конфискацией имущества Так значит И нам надо Конфисковывать имущество Вот я не представляю Такого А они всерьез думают Что вот полиция Это такие же преступники Как они Вот настолько Извращенное у них Представление о мире И переходим К нашей Постоянной рубричке Карнавал абсурда Сегодня я решил Я начать пораньше Начать с Симонян Которая обычно Удостаивается Место В основном блоке Но тут она начала Рассказывать про Неграмотную Америку Раньше Когда в Соединенных Штатах Америки Действительно были страной Христианских ценностей Библия Я это даже застала Лежала в прикроватной тумбочке В каждом придорожном Копеечном мотельчике Не говоря уже о больших Красивых Грозных Каких-нибудь там Волдерфастория И люди-то ее вообще-то Почитывали Потом образование В Соединенных Штатах Америки Было организовано так Что люди Практически вообще Перестали читать И как мы знаем По их собственной статистике Огромное количество Невероятный процент Сейчас не буду врать Не читать так вообще никто Вы вряд ли найдете Что бедный Что богатый дом В Соединенных Штатах Америки Где лежала бы Хоть одна книга Которая не необходима По работе или учебе Тем кто проживает В этом хаусхолде Как они говорят Вы представляете Никто не читает И книг не держит Ну книги не держат Я соглашусь Потому что сейчас Книги не нужны У тебя в телефоне Есть книги все Вообще все Но то что люди Неграмотны Как она себе представляет Страна С передовыми технологиями Весь мир ими пользуется И как-то это все Создали неграмотные люди Что Как Что у нее в голове Что в голове У того кто Это примет Причем она же ссылается На статистику Вот Смотрите По статистике По этой статистике Если вдруг Подрудиться ее Почитать То в США Читают книги В два раза больше Чем в России В два раза больше Там даже чуть больше Чем в два раза И это сходится С реальностью Потому что вот У Америки Передовые технологии И вот Россия У которой нет ничего Кроме этих Царь сараев Но зомби стада Схавает любую фигню Лишь бы это Вот вписывалось В их виртуальную Картину мира Они туда заботливо Вот как белочка В дупло Тянут к себе Все фрагментики Которые находят Вот это подходит Отлично И вот это И замечательно А вот это Не подходит Она мне всю картину Рушит Выкидываем ее А Смотреть на то Что правда Не правда Да они даже Не задумываются Об этом В их сознании Вранье все Ты просто выбираешь То вранье Которое тебе нравится Ну они не понимают Реально Они не понимают Что вранье Это вранье Для них это норма И тем не менее У них есть и достижения Видимо Очень их раздражал Наш безвиз С Европейским Союзом Да и Кто там Ты или Путин Сам или Медведев Обещали же Что будет Вот-вот Тоже у них Безвиз И вот Фактически Вот уже Почти-почти Безвиз Таки есть С Зимбабве Вот Достижение Какое Настоящий Гегемон Как геополитику То провернул Путин Молодец А Безвиз Зимбабве И между прочим С другими Африканскими странами Там еще пока Придется поуговаривать Какую-нибудь Эритрею Но со временем Возможно Возможно Ну и Северная Корея Уже ж курорты Открыты Вперед Ждут своих Посетителей А вот ЛДПР Пошли еще дальше Вот не зря же Это Либерально-демократическая Партия У них Недавно Прошла Занимательная Акция Но пусть Организаторы Сами все Расскажут Уважаемые Инцеллы И ФМцеллы Свердловской области Рад сообщить Что Свердловское Оригинальное отделение ЛДПР Начинает Работу В этом направлении В направлении Взаимодействия С Инцеллами И решение Насущных Наболевших Проблем Мы готовы Оказывать Всяческую поддержку И решать Многие проблемы Разного характера Которые возникают Приходите к нам Взаимодействие Между Инцеллами И ФМцеллами Будет полезным И плодотворным Вообще Это дикость Конечно Инцеллов И ФМцеллов Сводить Задача Нетривиальная Если вдруг Кто не знает Я например Честно говоря Не знал Я погуглил Инцеллы И ФМцеллы Это люди Добровольно Отказывающиеся От сексуальных отношений Создания семьи Вот они считают Себя неполноценными Мы недостойны Я уж лучше Как-то сам Ну и Инцеллы Это в целом Такие люди А ФМцеллы Это конкретно Девушки Ну женщины И вот они решили Ага Смотрите Есть параноики И уроды Давайте мы их Переженим Достаточно либерально Как по мне Ну для России Так точно Очень либерально Вообще Такие слова Произносить Как бы чего не вышло Ну судя по лицам Одухотворенным Этих Деятелей Им уже Ничего не грозит Забавно наблюдать За трансформациями Религиозными Происходящими В России Про то Как надо бомбить Города Перекрестившись Ну и прочую Эту чушь Вы слышали Ну на этот раз Отметился Другой поп Не наш любимчик Он вот отлично Озвучил Концепцию Русского мира Однажды Однажды Ко мне пришла Женщина Это из практики Из моей практики Она пришла мне И поведала Следующую историю Что муж Которого она прожила Там более 40 лет Он состарился Он шаркает ногами Когда ходит по комнате Он раздражает ее Тем что оставляет Где-то вещи Там еще Что мне делать Спросила она Если вот на секундочку Как-то попытаться Абстрагироваться От того Что это священник Который рекомендует Прихожанке Убить своего мужа Это Без комментариев Но в целом Я же говорю Убей или терпи Это вот то Что пропагандирует Русский мир Ты либо преступник Либо терпила Третьего В России быть не может Либо ты убиваешь Грабишь Насилуешь Либо все это делают с тобой Все Варианты Только два И ведь терпят Терпят скотское отношение К себе Терпят скотские Жеусловия жизни Для них это норма Никакого когнитивного Диссонанса У них не вызывают Вот эти все Торжественные открытия Достижения И прорывы Которыми Хвастается Их власть И при этом У них не возникает Желания поднять Эту власть на вилы Ну вот серьезно Как может Здравомыслящий человек Воспринимать подобное Как достижение И радоваться Вот Свердловской области Открыли мост Причем не новый Этот мост Время от времени То убирают То снова ставят Мост Из бревен Его убирают Чтобы его не снесло Паводком Потому что он из бревен Это блин Это ну буквально Средневековье Ну я же не преувеличиваю даже Это не гипербола Не аллегория Это вот Средние века Мост из бревен Гордо рапортуют о том Что все установлено Молодцы В Краснодаре В Краснодаре торжественно Прям с ангелочками Танцующими Открывают Аркету Вы думаете Что это детская горка Почему это так Горку открывают Торжественно А это не горка Это арт-объект На который наверняка Было выделено Очень много денег Арт-объект Который буквально Выглядит как детская горка Ну вот праздник Прорыв И в то же время С детскими площадками Серьезные напряженки Лучше б вот эту горку Действительно Сделали из этой ракеты Нет На самом деле Конечно же есть детские площадки Но часть из них После дождя Превращаются в аквапарк Где дети Плещутся в грязи буквально А небольшой какой-то процент Образцово-показательных Детских площадок Там предприняты все меры Чтоб вот такая Образцово-показательность Сохранялась Навсегда А потом смотрю Качели Замечаю какую-то проблему Вы в детстве На качелях Качались Или сидели Серьезно Это вообще Может просто сидеть А потом смотрю Вот такая вот На ней же точно Качаться Нет Нельзя качаться Это как? Это вообще зачем? Челябинск Суровый город Суровые челябинские качели Прикованные цепями Вот Я не знаю Что еще сказать Вот чтобы дети Не качались Ну тут других Смыслов приковывать Качели цепями Кроме как Чтобы на них не качались Я не вижу И в то же время Я не вижу Смысл качелей На которые нельзя Качаться Ну вот Скорее всего Я так полагаю Потому что Честно говоря Такого абсурда Сложно ему придумать Какое-то логическое Объяснение Но мне кажется Что вот Чтобы не разломали Не повредили Все Детскую площадку Сделали Красивенькую Чтобы можно было Пофоткать А то что она прикована Не видно Ну или зачем Пишите в комментариях Я честно не знаю Зачем качели Приковывать цепями В общем Прогнозирую я Печальное будущее У России Потому что При тотальной лжи При полнейшем Беззаконии При власти Гопников Даже не бандитов А именно Гопоты Тупой и примитивной В реалиях Где ненависть Прививают Прямо с детства Медведь сидит На Искандере Вот так вот Вы кого Собрались Победить А И само это детство Проходит в деревянных Сортирах И на качелях Прикованных цепями У страны нет Не то что Светлого будущего А будущего В принципе Посмотрим Сбудется ли Этот мой прогноз Но пока Вроде Почти все Сбывались Ну а на этом У меня на сегодня Все Всем добра Не стесняйтесь Делать прогнозы Потому что Это отличный способ Проверить свою позицию Но Делайте эти прогнозы Исходя из реальных Фактов А не из того Что вам бы хотелось И все будет Украина Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok